Вышла новенькая iOS 14.7 Beta 4. Сегодня мы поговорим, что здесь нового, как с автономностью и стоит ли ее, конечно же, накатить на ваше iOS устройство. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Итак, друзья, ситуация какова? Опять же, вышло минорное обновление, в котором просто исправлены ошибки с сетью, там с Bluetooth соединением, с Wi-Fi соединением и, в принципе, с мессенджерами и так далее, и так далее. У кого вылетали приложения, были там с Instagram, с ВК, там, возможно, Facebook, еще какие-то мессенджеры, это обычно фиксится со стороны разработчиков от Google. Если это был Instagram, там, YouTube или еще что-то, сразу же выходит какое-то обновление и фиксится. Но в данный момент это коснулось, конечно же, данной прошивки. То есть, что была одна из 14.7 Beta 3, в Beta 4 это пофиксили. В целом, автономность осталась на прежнем уровне, которая была на Beta 3, не советую откатываться, не советую ставить, в принципе, там, у кого было на S14.6, кто остался на S14.5, так и оставайтесь. В целом, кто на iOS 13 какой-либо версии, отвечаю вам сразу в этом видео, не обновляйтесь на релиз, там, 14.6, который сейчас доступен, или же на Beta. В принципе, на разных устройствах это может быть по-разному работать. Вот у меня на iPhone 12, допустим, iOS 14.6 может работать хорошо, у кого-то на iPhone 12, также на этой модели, может работать совершенно плохо. Здесь не поймешь, какая прошивка, какой кэш. Но чтобы избежать каких-либо ошибок, нагрева аккумулятора, вам поможет Hard Reset, то есть жесткая перезагрузка. По подсказке видео вы можете посмотреть, как это сделать, либо по ссылке в описании, я оставлю отдельно вверху ссылочки, чтобы это посмотрели. Либо же переустановка iOS. Такое бывает, там, какие-то ошибки происходят. Лучше не по воздуху обновлять через Wi-Fi, а через iTunes. Это будет более лучше, более стабильно, и вы будете безопасно накатывать прошивку, там, не пропадет Wi-Fi или еще что-то. То есть каких-то казусов таких не будет. То есть имейте это так же в виду. По автономности, опять же, хочу сделать акцент небольшой, то, что, ну, ребята, не накатывайте беты-версии. Для беты-версии есть такие каналы, как мой. Вот вы смотрите, что-то делаете, какие-то выводы. Грандиозных обновлений нет, поэтому нечего туда деть. Для меня главная автономность, а вы напишите в комментариях, что для вас важно в каждой прошивке. Вот, в принципе, и все. Также хочу напомнить, что у меня есть новый канал, называется Just Run. По подсказке в описании можете посмотреть. Под видео закрепленным будет ссылочка на мой канал. Посмотрите, очень интересно. Я вас уверяю, вам что-то понравится. Может, оставите какой-то комментарий, что-то подкорректируете. В целом, мне будет как минимум приятно. Поэтому завтра я оставлю свое мнение в сообществе на моем канале. В целом мнение спустя там 12 часов, как держит заряд батарей на S47B4. А пока подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Оставляйте ваше мнение в комментариях. Для меня это очень важно. Скоро увидимся!